Всем приветики! У меня такая ситуация приключилась, что перестал работать экран. Получается, я всегда, когда иду в ванну, беру с собой телефон, включаю какой-то видосик и пока моюсь, слушаю какие-то новости или что-нибудь такое. А в один момент такое случилось, что я вот случайно забрызгал экран водой. Ну то есть с дождика, с леки залетела вода сюда на экран, как бы забрызгала его и по бокам, по низу много было, видимо, затекло внутрь и попало, ну, видимо, сюда на плату куда-то. У меня сначала телефон просто перезагружался постоянно, и включается сразу обратно на перезагрузку. Я думал, все, как бы, ну, сломался и будет всегда перезагружаться и расстроился. Думаю, ну, все, все потерялось, все данные, все, все фотки. Вот, потом это прошло, зарядки не было. Но потом она просохла, зарядка пошла. Ну, я уже успокоился, ну, фотки сбросил и все, в принципе. Вот. Причем зарядка не шла, а когда я подключил к компьютеру, пошла зарядка и начали файлы скидываться. Я думаю, ну, ладно, хоть сколько успею, столько скину. То, что мало процентов было, процентов 5, наверное. А оно не разряжался, пошел заряжаться. Ну и так, нормально стало заряжаться. А на следующий день экран просто погас. То есть, вот он выключен, вот она кнопочка. Здесь не видно. Сейчас. Ну вот, получается, когда он загорается, вот, получается, я нажимаю, рука немного светлее становится. Эта подсветка загорелась. А темнее, значит, это экран. Ну, то есть, просто загорается подсветка, изображения нет. Вот. Вот оно светлее стало и сейчас гаснет. Ну, просто подсветка есть, а изображения нет. Вот. И получается, ну, а там же, получается, я не скинул ни контакты, там, ни заметки. У меня там в заметках храня есть пароли, там. Вот. Ни из диалогов какую-то информацию, ни из браузера. Ну, короче, ничего не сохранил. В браузере же тоже вкладки, закладки, там все такое. Понес мастерскую. Один говорит, может быть, он у вас там уже сгнил от воды. Сейчас я вот разберу, он даже работать перестанет. Типа, такое бывает, после ремонта перестает вообще работать. Я такой, чё? Чё это за ремонт такой? Что вообще перестанет работать? Пошел к другому. Ну, он сказал, может быть, это даже не экран. Возможно, у вас плата где-то каратит. И из-за этого экран уходит в защиту. Вот. И у меня он после перезагрузки изображение появлялось, а потом гасло. А потом полосы пошли. Ну, не сразу, а там, в течение пару дней. К другому пошел. Он говорит, надо просто все почистить. То есть, все полностью разобрать. Он говорит, может быть, он у вас сгнил. Я говорю, как? Он говорит, ну, да, легко. Типа, за полчаса попадает вода вот где-то с краю. Через всю плату протекает. И все это начинает окисляться. То есть, полчаса, часа хватает, чтобы все окислилось. Я прям удивился. Ну, он так все подробно описал, что я прям ему поверил. Говорит, нужно просто все разобрать, все почистить и собрать. Говорит, если после этого заработает, у вас там такая-то сумма. Если не заработает, ну, он не сказал, что сколько, но, видимо, она, наверное, меньше наполовину. Но я решил еще к другому сходить. Другой говорит, эта чистка не поможет. Это точно экран. Просто экран заменить и все. И в итоге он неделю проезжал. Он два раза заказывал экран. Экран должен был прийти, но в итоге не пришел. То есть, он заказывает, а ему потом через там пару дней, говорит, извините, не пришло. То есть, он сразу не знает, придет, не придет. То есть, он там может вообще вечно лежать, а он будет так и заказывать всю жизнь. Поэтому я забрал, сам заказал на Wildberries. Вот экран. На Wildberries, кстати, полно экранов. И ты сразу видишь, ну, какой экран, сколько стоит, через сколько придет. И когда заказываешь, даже видишь, где он находится. В итоге экран пришел. А здесь, что удобно, можно и самому поменять. То есть, вот крышка закрыта. Ты ее поддеваешь так по уголкам, она потихонечку открывается. И когда открыл, вот перед тобой телефон, откручиваешь болтик, отгибаешь железяку, отключаешь батарею, отключаешь экран, подключаешь новый, включаешь батарею. Хотя, может, наверное, я не отключаю, но я решил не дергать. Вдруг где что-то коротнет, и экран сгорит новый. Так не рисковал. Ну, а экран пришел, собственно, вот. Здесь защитная пленка, инструменты для вскрытия. Вот как раз-таки медиатор ее вскрывал. Но у меня свой от гитары, поэтому я этот не доставал. Я еще вскрывал его до того, как пришел этот медиатор. Вот. Ну, и новый экран, собственно. Я прямо там, на Вальдбрисе, его подключил. И, собственно, на моем экране полосы идут, а на этом не идут. Но этот так же, как и мой, в начале, после перезагрузки гаснет. То есть, загорается, погорит и гаснет. То есть, видимо, реально дело не в экране. А он меня уверял, что 100% экран. Видимо, реально дело в платье, которое в итоге спалило экран, потому что он сначала, как и новый, что-то показывал, потом газ. То есть, буквально вот после перезагрузки, почему-то именно после перезагрузки он загорается, там секунд 5-10 поработает и выключается. Вот. И с этим было то же самое. А потом он тоже работал, а потом погас, и полосы пошли, типа. Ну, вернее, полосы пошли после перезагрузки. То есть, плата спалила экран. Но в итоге я подключаю на Вальдбрисе прямо там. Они говорят, если вы вскроете, все, его назад вернуть нельзя. Я говорю, ну, мне же надо проверить. И они такие, ну, типа, проверяйте. Я подключил, не работает, думаю, блин, не экран. А он уверял, что 100% экран. Я говорю, все, хочу вернуть. А они говорят, а нет, типа, вы уже вскрыли, уже нельзя. Я расстроенный, пошел домой. Ну, думаю, еще решил пробовать. Он тоже гас, а потом в какой-то момент заработал. И вот он работал минут, пару минут точно. В начале. Даже, не знаю, минут 5, может, работал. Да. И я успел там и скрины поделать, там, и пофоткать. Ну, то есть, я вот этим телефоном успел там пофоткать, что мне надо, и все такое. И скрины понаделать, и быстренько компьютер подключить. Здесь такой бред в этих телефонах современных. Ты, когда компьютер подключаешь, у тебя не появляется файловая система телефона. Он просто начинает заряжаться. А чтобы пошла передача файлов, нужно на экране открыть шторку и нажать. Там, где, говорит, быстрая зарядка, нажать, ну, нажать на нее, откроется зарядка или передача файлов. Нажать на передачу файлов, и только тогда на компьютере файлы будет видны. То есть, если у тебя экран погас, все. При подключении у тебя будет просто зарядка идти. А чтобы передавались файлы, нужно, ну, именно нажать. Не, это полный бред, конечно. Вот. И, собственно, вот экран, я его подключил, да, я там все скопировал. А потом мне такая пришла идея, а что если управлять удаленно? И благодаря этому экрану я включил на телефоне отладку. И удаленно теперь можно управлять телефоном с компьютера. То есть, даже без экрана я подключаю телефон к компьютеру и удаленно управляю им. Это очень круто. Получается, вот я подключаю телефон к компьютеру. И на компьютере уже открыта программа для управления телефоном. И даже без экрана, вот я разблокирую сенсор. И вот у меня появляется то, что делается на экране телефона. И с помощью компьютера я могу управлять. То есть, сейчас, по идее, на экране все вот это вот горит. Ну, то есть, сейчас, если бы экран горел, на нем бы все двигалось. Но просто из-за того, что экран не работает, этого не видно. Получается, через компьютер ты можешь управлять экраном, экраном телефона и, собственно, лазить во все приложения, смотреть фотки. Ну, короче, полностью пользуешься телефоном, просто что видишь это не на телефоне, а на компьютере. А на телефоне все это то же самое происходит. Просто из-за того, что экран не работает, не видно. А если бы работало, его бы сейчас поднять, здесь бы шевеля, там бы тоже шевелилось. И это очень удобно. Благодаря этому можно зайти вообще куда угодно. В контакты вот зайти, сохранить все контакты, в сообщения сохранить. Там, может, какие-то смс-ки важные там были. Фотки там, я не знаю. Зайти в браузер страницы посохраня. Ну, может быть, вся какая-то страница была открыта, и ты типа потом не вспомнишь, где она была, там что-то такое. Потом заметки посохранять. Да вообще все можно посохранять. Там все свои какие-то, может, диалоги сохранить. Короче, все, что тебе надо, ты можешь забыкапить. И я забыкапил. Все, у меня все, я полностью... Ну, я расстраивался, что потерял там вот... Ну, большую часть фоток я, конечно, скопировал, пока зарядка шла. А потом, когда он вырубился. Хотя по логике, когда начались проблемы, сразу нужно было весь бэкап сделать. А я такой путь прошел мучений, типа... Я просто скинул фотки, а когда он перестал вообще работать, я понял, что кроме фоток у меня ничего нету. А у меня вот пароли хранились вот в заметках. И обычно, если какой-то пароль... Ну, короче, пароли какие-то... Когда создаю на каком-то сайте, могу просто зайти в заметки и там сохранить, чтобы не забыть. И я понимаю, что от электронного кошелька у меня пароль только в заметках на телефоне. Больше нигде. Я думаю, блин, потерял электронный кошелек там. Ну, короче, расстраивался. И ходил везде вот по мастерским. Экраны-то ждал еще неделю. Потом он еще не включался. А потом, когда включился, я покопировал все. Ну, самое главное, что мне нужно было скопировать скопировал. Уже мне полегче стало. Я уже думаю, ну все, типа даже если сломается, то все хорошо. Я уже большую часть скопировал. А потом, когда до меня дошло, что можно сделать такое... Я... А экран перестал работать. То есть такая жесть была. Он работал. А потом, когда... Ну, я уже все, в принципе, скопировал. А потом, когда до меня дошло, что можно вот так вот сделать, я подключаю экран, а он уже не работает. Он опять гаснет. И вот в итоге я опять много раз перезагружал, пока он не заработал. И вот буквально, пока он там минуты две, наверное, работал, минуту-две. И я успел выйти в аккаунт. Xiaomi... Такой бред, короче, на всех телефонах, когда ты включаешь отладку, все, ты можешь управлять телефоном. А на Xiaomi, когда ты включаешь отладку, ты можешь просто посмотреть экран телефона. А чтобы им управлять, тебе нужно включить еще две функции, которые включаются только если ты вошел в аккаунт Xiaomi. Это такой бред. Только у Xiaomi такое. В итоге я заранее на компьютере, в браузере создал аккаунт Xiaomi. И вот это вот ждал, пока у меня включится экран. И как только он включился, я быстренько побежал, вошел в аккаунт Xiaomi и включил эти две функции. И все. Потом экран у меня погас. А мне все равно, я уже могу с компьютера управлять. Могу хоть звонить сейчас с телефона. Ну и, в принципе, вот сюда поднести как бы ухо, сюда, ну, лицо просто сюда поднести и говорить. В принципе, я все услышу. Или просто громкую связь включить вот через компьютер и говорить вот близко с телефоном. И меня будут слышать, и я буду слышать. Ну, короче, можно пользоваться полноценным телефоном, просто экран будет уже на компьютере отображаться. Так что. Да. Вот так это я вышел из положения. Поэтому, если у вас есть телефон, а у вас есть телефон, заранее включите на нем отладку. И если это Xiaomi, то и остальные две функции отладки. Там, получается, три функции отладки. Короче, все, что связано с отладкой, все включите. На тот случай, если вы разобьете экран, намочите его, и он погаснет в результате, что вот он разбит или намок и потух, чтобы вы все равно смогли скопировать все, что вам надо через компьютер. Вот такая вот мысля, что вот. Это должно быть всегда включено. А у Xiaomi такая фишечка еще есть. Безопасность. И когда ты иногда проходишься по безопасности вот по этой штучке, она отключает обратно отладку. То есть, если она была включена, выключает. То есть, если после того, как вы безопасности нажали проверить, телефон, все такое, тогда нужно снова зайти в настройки и снова включить, потому что безопасность отключает. У меня как раз таки раньше было включено, но вот, ну просто отладка. Про то, что нужно еще две дополнительные штуки включать, я узнал вот, когда проблема случилась. Поэтому лучше заранее все включить, и потом, когда у вас будет такая проблема, вам будет все равно. Вот так что. Такие вот у меня приколы. Ну а сейчас нужно новый телефон выбирать. А они все с шимом. То есть, получается, это у меня IPS-экран, там нету мерцания. А сейчас новые телефоны идут только с амоледами, а у них есть мерцание. Я ищу именно тот амолед, который будет меньше всего мерцать, чтобы глаза не напрягались. Короче, это целый квест у меня начался. Да. Вот такие делишки. Ну а на этом все. Всем пока-то вам.